Ещё раз всем говорим доброе утро и уже личное утро. Евгения Шафрана, Калик Пека, Евгения Копеина за звукорежиссёрским пультом. И сегодня в нашей студии детский психолог, член правления психологии психического здоровья Латвии, посол социального предпринимательства от Риги и много ещё, и писатель, автор детских книг Анна Кашина. Доброе утро. Здравствуйте. Да, ну мы начнём, наверное, с самого главного вопроса, который мы обсуждали за эфиром. Что сейчас конкретно ты делаешь, если мы говорим о профессии психолог детский, мы говорим о детской психологии, и сейчас намечается массовое, такое большое мероприятие, цикл больших мероприятий, в том числе, где можно будет бесплатно получить какую-то помощь. Может быть, вот об этом расскажи. Значит, каждый октябрь, когда наступают такие длинные осенние и грустные дни, у нас просто случаются дни психологии в Латвии. Не нравится твоя ирония, то есть все грустят, в носочках шерстяных со своей кружечкой идут. Да, существует даже понятие такое, оно называется SET или Saisonal Affective Disorder. Это как бы расстройство сезонной психики. Оно в разное время бывает, по разным причинам, но осенью это чувствуется особенно, когда уменьшается световой день, когда на нас наваливается целая куча обязательств, связанные с детскими какими-то вещами, с работой. Все перед Новым годом пытаются собраться, и не все это выдерживают. И в этот момент нам очень нужна рядом такая уверенная рука специалиста. И для того, чтобы найти своего специалиста, для того, чтобы узнать, а чего вообще-то психологи умеют и чем они отличаются от психов, значит, существуют вот эти вот дни психологии для того, чтобы вы могли узнать, что умеет вот этот мастер, что вот тот. Вы можете походить на разные бесплатные мероприятия. Существуют, можно прям дни психологии в Латвии набрать в интернете, и вы получите ссылку «Дни психологии» в Латвии с психологией СДНС, и там будет прям афиша мероприятий, и можно походить и просто выбрать кого-то для себя, и, может быть, что-то интересное узнать. Когда нужно, когда уже не можно, а нужно идти к детскому психологу? Есть ли какие-то, например, может быть, 5-10 таких ключевых моментов, которые ты могла бы отметить, когда, ну, ребята, вот уже прям пора? Угу. Я думаю, что очень многое зависит от состояния мамы. Если мама все, уже пора. То есть если мама сама чувствует, что она не справляется с ситуацией, то ей нужна помощь психолога, и это не всегда длительный цикл терапии. Это, может быть, какой-то период для того, чтобы мама могла опереться, и, может быть, что-то узнать из того, что она, ну, просто упускается совершенно случайно. Такое тоже случается. Просто она вдруг, ну, не замечает, например, о себе каких-то вещей. Например, она выгорела, и она начинает кричать, дети начинают, соответственно, реагировать на это все. Ну, и, в общем-то, ей нужна помощь и поддержка прежде всего. Потому что, конечно, во многом дети опираются на маму. Кроме того, есть, скорее, литнические критерии. Это когда проблема поведения выходит на уровень физиологии. То есть если ребенок начал заикаться, если у него начался инурез, инурез, если у него начались тики, он там странно подмигивает все время или постоянно чешет руку вот все время, то, наверное, он просто не справляется с тем объемом эмоций, с тем напряжением, которое у него есть внутри. И ему нужна поддержка, помощь, и, может быть, что-то стоило бы поменять. Но мы же понимаем, что мы говорим очень о разных людях, и каждый человек по-разному переносит даже этот процесс выгорания. То есть кто-то будет там до последнего, да, в горящую избу и коней останавливать, а кто-то при первом же крике или при первом же скандале вскинет ручки, скажет, мне нужен психолог, я не справляюсь. Как вот психолог может, например, у клиента, пациента в данном, наверное, случае отправиться домой, сказать, слушайте, милая моя, ну… На вас пахать и пахать еще. На вас пахать пусть, да, пахать и пахать, да. Мне кажется, что очень сложно встать в чужие тапки. Нам кажется, что места для страдания здесь нет, а человеку плохо. И если ему внутри плохо, то, может быть, ему в этот момент нужна помощь. Может быть, со стороны кажется, что у человека все очень здорово, он прекрасно существует. Что жаловаться-то? Крыша над головой есть, ну, еда есть, муж работает. Что ты вот пахать на тебе и пахать? А у человека внутри что-то свое происходит. И в этот момент, может быть, ему нужна поддержка не в том, чтобы справляться с детьми, а в том, чтобы выйти из инфантильной позиции. Ну, мы сейчас говорим, в принципе, о тех же симптомах депрессии, да. То есть то, с чем столкнутся люди, страдающие депрессией, они сталкиваются с тем, когда им говорят, ой, да ладно, все у тебя нормально. Нормально-то нормально, но человек лежит и не встает, да. И вот еще к этому состоянию добавляется чувство, как мы знаем, стыда. У меня же все нормально, я же не должен лежать, а я лежу. Вот насколько, например, даже если мы говорим о детской психологии, вот эти два, скажем, таких понятия, они идут близко. То есть состояние инфантильности, выгорания, депрессии, глубокой депрессии, которая, может быть, возникает впоследствии, если не обращать внимания на какие-то симптомы. Я думаю, что на самом деле спектр очень широк. И если мама, например, лихорадочно натирает полы с утра и до вечера, расставляя баночки с большой до маленькой, это тоже повод обратиться к специалисту. Это может быть и когда, допустим, человек не может не кричать, и он все время кричит, разговаривает на повышенных тонах, постоянно плачет и маниакально, не знаю, там, осуществляет какие-то странные вещи, ушел из дома вынести ведро, вернулся рано утром, да, то это тоже повод обратиться к психологу. То есть на самом деле случаи очень разные, они бывают разными. Если, например, женщина начинает каждый вечер выпивать, потому что она не исправляется с напряжением, это тоже повод подумать, что же идет не так, почему же я бегу в зависимость какую-то. То есть есть разные виды. Это не только депрессивное расстройство, не только такое сниженное эмоциональное состояние, это может быть и обратный вообще эффект. То есть это наоборот может быть очень-очень-очень деятельный человек. Экзальтация какая-то, да? То есть какая-то движуха начинается. Да, но причем такая беспорядочная, человек не может остаться в тишине, и когда он едет, допустим, с детьми на дачу, он говорит, я не могу отдыхать, мне здесь ужасно. И это тоже повод, а что, почему ты не можешь остаться сам? Ну, не можешь жить в мире, в таком спокойствии, в миротворении. То есть вариантов много, и действительно мы разные. Но главное это понять, что если тебе дискомфортно, людям рядом с тобой дискомфортно, если начинает рушиться жизнь, то вот тогда стоило бы обратиться к специалисту, и не надо думать о том, что это, ну, как бы, это не аналог того, что я расписываю собственные беспомощности. Это как тренер. Только ты тренируешь не тело, а ты тренируешь собственные навыки, там, совладания с эмоциями. Ты просто тренируешься, 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 ты, хопа, и чему-то новому там научился. Например, не кричать на ребенка, а говорить там, ребята, мне нужно пять минут выходить, не знаю, в ванную, попить холодной водички, попрыжить в плесо. Ну, ничего себе, пять минут. Это так делаешь? Я... Психологу вообще нужен? Психологу нужен? У меня есть психолог. Когда ты... Она сама перед зеркалом садится? Нет. Нет, обязательно нужен другой, потому что я себя изнутри не вижу. Мне-то кажется, что у меня-то все в порядке, конечно. Но у меня очень много вопросов возникает, допустим, со своими пациентами, когда я захожу в какой-то тупик и думаю, о боже, о боже, о боже, что же сейчас сделать? Как правильно было бы? Потому что одна голова хорошо, а несколько... Некрасиво, но умнее, да? Но умнее, да. Хорошо, но вот когда касается дела воспитания детей, ты все-таки мама, не единожды, как мы знаем. И вот когда касается таких бытовых вопросов, как ты себя ведешь, как ты себя останавливаешь? И останавливаешь ли, и работают ли эти системы? Вот пять минут дайте подумать. Ничего себе, это же надо сказать, не закричать. У меня просто глубоко научные дети. Во-первых, ну, наверное, хорошим признаком является то, что они мне могут сказать в лицо. Например, у нас есть такая вещь, как детское чтение, да? Все знают, летом надо прочитать какую-нибудь книженцию. И мы читаем книги. И, конечно, детям непросто, особенно среднему. Он такой очень эмоциональный человек. А сколько им лет? Ну, старшему 13, сейчас будет 14, среднему 8, и младшей 5. То есть они уже могут без меня 5 минут и даже полчаса. А в 5 читает сама уже, да? Ну, да, конечно. Конечно. Но я могу выйти на улицу, да, и сказать, ребята, я пойду погуляю полчаса с собакой. У меня еще есть функция собака. Поэтому это прекрасный повод для того, чтобы выйти из дома в лес, пробежаться как следует и уже так немножко успокоиться. То есть когда ты выставляешь в сторис то, что ты бежишь, скорее всего, тебя довели дома, да? Так это работает. Не, ну, собака хочет гулять, даже если меня не довели. В любом случае мне придется выйти. Я про бег, я про спорт. В любой непонятной ситуации беги. Ну, примерно так, да. Помогает? Это мне очень помогает, да. Мне помогает, потому что это физиологическая разрядка. Она есть, мы никуда от этого не можем деться. У нас, если мы посмотрим, мы с вами био-психосоциальное существо. Мы зависим не только от головы, но и от того, что происходит с нашим телом. И иногда это первично. И от того, что вокруг нас находится в обществе, то есть от каких-то социальных вещей тоже. Сколько вообще этих мероприятий? То есть, может быть, мы действительно не… Ну, обычный человек не знает о том, что государство, не знаю, там, социальная служба города готова для него предоставить. Вот где узнать эту информацию? Куда обратиться? Каждый год город закупает у различных центров услуги по обучению родителей, например, вот по программам эмоциональное воспитание ребенка и эмоциональное воспитание подростка. Они есть на русском и латышском языке. Вот я хотел спросить, что есть. И об этом можно, да, узнать в социальной службе своего района. И туда не надо бояться обращаться. Это не такое место, где отнимают детей. Это такое место, где от государства вообще-то можно что-то получить, если тебе нужно. Нужно просто сказать, вот я знаю, что такое есть. Я бы хотела обучиться. Может быть, у вас готовятся списки. Потому что они все равно их комплектуют, и они вам расскажут, как и на каких условиях это можно сделать. То есть обратиться туда, это не значит, что тоже тебя взяли сразу на учет. Ага, там неблагополучная семья, там расписывается в своей несостоятельности мамочка. Не мать года. Все вычеркнули. Даже не матерь квартала и района. Но, в общем-то, если судить по тем группам, что собираются, то это как раз, ну, надо прям сильно постараться, чтобы что-то такое случилось, чтобы прям тебя поставили на учет. Прямо там, прям при регистрации. При регистрации, да, нужно прям что-то такое особенное сделать. И обычно люди, которые направляют там каких-то социально неблагополучные семьи, ну, вот на такие курсы, вот чего ты только не делаешь для того, чтобы они просто пришли. Потому что ты говоришь, мы собираемся там в четверг в один. Знаете, я так занята, каждый там четверг в один очень занята, хотя нету ни работы, ничего, но спрашивают, ну, что такого ты делаешь? И вот уговаривают, эти социальные работники приходят, давайте, мы очень хотим вернуть там вам права там на ребенка, возможность там с ним встречаться. Ну, ну, придите уже. Получается, что даже выгоднее быть таким социально безответственным, что вокруг тебя будут, с тобой будут нянчиться, вокруг тебя будут плясать вот эти все социальные работники, чем, ну, вот действительно мамаши, которые вкалывают. Я думаю, что в целом людям с особым профилем личности, там, скажем, зависимым людям, у них вообще есть проблемы с тем, чтобы брать ответственность на себя. Это такая очень удобная позиция, когда виновата жена, виновата государство. Конечно, самому что-то делать сложнее, это правда. Вот это, кстати, мы слышали, между прочим, в прошлый час, когда люди, ну, вот, звонили и говорили, что виновата там это, ну, то есть, в домашнем насилии мы говорили, вот, в прошлый час о домашнем насилии, там люди часто на экономическую составляющую давали. Я хотела, наверное, спросить именно как психолога, насколько страшно для людей, особенно если мы говорим о детской психологии, для детей, для матерей, вот этот вот образ идеальной матери, созданный в социальных сетях, да, мы говорим инстамамы, вот эти инстадочери, все красивое, все причесанное, да, что мы за кадром не видим, и возникает вот этот комплекс неполноценности, что ну как же так, вот у нее пятеро детей, она рисует на картинах, а у меня один, она эти картины рисует, пишет, а у меня один, да, и тот чумазый. Вот что с этим делать и насколько это действительно большая проблема сейчас? Вообще мы все хотим соответствовать, есть такие социальные ожидания, но вот для того, чтобы прям сразу снять часть эмоциональной нагрузки, я могу сказать, что я почти каждый день слышу от своих детей, что я ужасная мать, что я чрезвычайно плохой психолог, и что вообще я ничего не понимаю в детях перед тем, как начать... И это только пятилетка, а там еще старшая, да? Нет, они говорят очень вежливо, меня это радует, это очень красиво, и вообще, мама, ты знаешь, ты не можешь работать психологом, потому что ты плохой специалист, и я про себя думаю, господи, слава богу, не мата, да? Нет, могли бы просто замки сменить, наверное, да? Нет, ничего, все еще пускали. А почему? Из-за чего они это говорят? Потому что сольфеджи сложно, потому что читать книжку летом невозможно, потому что какой дурак ходит на математику заниматься, да, летом, нормальные люди отдыхают. Но мы вот такие медленные, у нас вот как бы, нам сложно дается программа там, не до второго, седьмого класса. Мы такие, мы совсем не идеальные, не белые, не искрящиеся, мы серо-буромалиновые в крапинку. Я мучаю детей искусством, мы идем там где-нибудь на выставке в Амстердаме, они говорят, мама, мама, ну сколько уже нас можно мучить искусством? Мне надоел твой Ван Гог, я Миша, это Римбрандт, он мне все равно. Но потихонечку, тем не менее, во-первых, радует, что они мне это могут сказать, я на них не ругаюсь за это. В другой семье дети поджимают губы и ничего не говорят, тихо страдают. Я рада, что они мне это говорят, это хороший признак, я думаю, что это здорово. То есть в любом случае лучше выговориться, да? Да. Ну я имею в виду вообще семьи. Конечно. Ну то есть просто не разряжаясь небезопасным способом, это не значит, что я должна там, я не знаю, с поленом напасть на своих детей, да? То есть я могу что-то сказать, я могу перед ними извиниться, но, как правило, когда они преодолевают там собственное сопротивление, ну мы уже сели, сели, почитали, книжка легкая, ничего там такого страшного нет. Мы почитали, все выжили, и после этого, мам, ты знаешь, я, наверное, был неправ. И это второй момент, который меня радует, я говорю, это мамина работа, ну я, в общем-то, это вот и есть, что я делаю, я просто, ну как бы терплю и стараюсь не там, не завести, в крайнем случае, вот пойду, приберусь. Побегу, как мы выяснили. Да, но тем не менее, то есть насколько проблема вот этих вот красивых социальных сетей, она вырастает в действительную проблему. Сейчас Аня сфотографирует, она закончит улыбаться и ответит. Давайте. Она позирует у нас сейчас. Значит, про социальные сети. Я думаю, что, конечно, ты, когда стоять на цыпочках надо, там, 3-5 минут, можно, а когда всю жизнь, ну, это невозможно. Ну, потому что, ну, икринки затекают, и, в общем-то, сложно. И постоянно притворяться хорошей невозможно. Это очень тяжело, это рождает напряжение, и рано или поздно будет взрыв. Невроз. Невроз, да. Поэтому, если уж ты, ну, не знаю, кричишь на своих детей, ну, вот, сходи к психологу, разберись, а почему, какие другие способы есть разобраться со своими эмоциями. Может быть, надо выговориться, может быть, нужно разрядить часть какого-то эмоционального фона, просто рядом завести, получается, такого человека, который всегда будет на твоей стороне, он будет тебя поддерживать, он готов тебя выслушать, он в это время не смотрит смартфон, не рассказывает тебе, как идут у него дела. И это тоже очень многое дает, потому что у тебя появляется точка опоры, за счет которой ты можешь жить. Но, в принципе, все там, там, мамы, они должны понимать, что ни Инстаграм, ни Фейсбук не отражают реальные реальности, скажем так. Но существует книга Бадриара про симулякры, вот прям можно всем ознакомиться. Это называется симулякры? Бадриар, симулякры. Рекомендуется каждому. Рекомендуется каждому. Роговорка была. Это просто, ну, мы действительно конструируем реальность, и для того, чтобы выставить что-то в интернет, мы же стараемся выбрать из всех фотографий там, где я выгляжу получше. Из событий те, ну, которые вызвали у меня наибольший интерес. И, конечно, это уже, ну, такая отобранная жизнь, да. А для тех людей, которые это делают, ну, прям как свою профессию, и тебе нужно, там, два поста в день выставить, они же этим занимаются профессионально, то есть у них есть специальный свет, специальные фильтры. Специальные дети обученные для этого, да? Они просто со стороны берутся, приводят со стороны, да, детей. Я думаю, что они выставляют специальные вещи у самых обычных детей. Далеко не факт. Ну, просто для меня тоже было, не знаю, я живу в поселке, у нас была одна такая, у нас есть, в принципе, прекрасная женщина совершенно. И у меня такие дети, они все играют на инструментах, они такие умные, они, ну, не знаю, им запрещено дружить с моими, все нормально, то есть это хорошие дети. И я так думаю, боже мой, вот как она, вот это вот все. И тут мы буквально там на прогулке встретились, и она говорит, Аня, слушай, ну ты же психолог, начинает мне что-то рассказывать, и я про себя думаю, фух, слава тебе, Господи, все хорошо, с моими все хорошо, мои дети хорошие, то есть есть какая-то парадная часть, а есть то, чем мы платим за эту парадную часть. То есть все нормально, у нее те же самые проблемы, она также переживает, у нее также есть там тревоги, и дети тоже разные, у них есть вот это вот, ну, их достижения, а есть то, ну, собственно говоря, какие они. После этого они стали дружить с твоими детьми? Один из них, да. Ну, смотрит на прогресс. Мы сейчас уйдем на новости, на небольшой перерыв, и потом мы вернемся и продолжим наше общение с Анной Кашиной, детским психологом. У нас продолжается личное утро, детский психолог и автор книг Анна Кашина. И, ну, раз уж у нас действительно живой психолог в студии, надо же узнать какие-то вещи, вот, например, тема родительские ожидания. То есть вот каждая, наверное, ну, вот мама или там папа видит своего ребенка, там обязательно, или там скрипачом-виртуозом, или, может быть, там его хотят в спорт или куда-то еще, у ребенка могут быть свои какие-то предпочтения. Вот что делать? То есть вот где понять? Это просто, ну, ребенок ленится, не хочет там заниматься, или ему действительно это не нравится, это не его, и мы ломаем его просто. Ну, вот он не хочет играть на скрипке, ему хочется играть в футбол, он станет футболистом. Я небольшой эксперт в том, чтобы вырастить гения, а вот есть такая замечательная автор, психолог, которая занимается именно программами работы с одаренными детьми, Мария Колосова. У нее есть замечательная книга, называется «Как вырастить гения». И вот она там говорит о том, что когда ребенок идет, начинает заниматься чем-то, если он проявляет интерес в первый месяц, и вот он занимается прям усиленно и все, то это значит, что есть возможность заключить с ним определенного рода контракт. Довести его до какого-то результата. Ну, например, первые соревнования. Вот ты прошел первые соревнования, и тогда мы с тобой решим, ты будешь продолжать или нет. Чтобы, если он хочет бросить, снять его не в той точке неуспеха, когда я провалился, я никакой, я вообще не спортсмен, не музыкант, не чтец стихов и рисую я безобразно, а хотя бы на каком-то моменте, когда он чего-то уже достиг. И очень часто ребенок, который доходит до этих соревнований, получает свой первый пояс, свою первую медаль, и когда ты с ним начинаешь говорить в этот момент, тогда он по-другому относится в этот момент к своему спорту. Ты говоришь, ну что, будем продолжать? Если ему действительно отчаянно не нравится, он может сказать, мам, нет, это действительно не мое. И в этот момент, может быть, можно было бы прислушаться. Потому что, когда ты продавливаешь, рано или поздно будет откат. Одно дело, когда я не могу собраться, мне тяжело там сдать этот экзамен. И я столько лет этому посвятил, ну просто нужно дойти до какого-то момента. Тогда нужно, наоборот, ребенка поддержать и вот прям идти с ним. И говорить, ты хочешь там форму? Я куплю тебе самую хорошую форму. Я вложусь. Но мы с тобой дойдем до вот этой точки. Я поеду с тобой на соревнования. Я буду сидеть на твоих тренировках. Потому что я понимаю, что иногда тебе просто нужен кто-то, чтобы, ну вот, чтобы прям, да, опереться на него. Потому что своей воли не хватает, и мы для них как выносная воля на этот момент. Но когда это всегда, и я ненавижу эту музыку, нет, ты будешь играть, ты станешь пианистом, это плохая идея. Потому что тогда человек, закончивший под таким давлением музыкальную школу, может никогда не сесть больше за инструмент, допустим. А как вообще понять, к чему склонен ребенок? Потому что, например, у меня мама была гуманитарием, папа технарем. И вот я метался между этими двумя стогами сена. То есть, с одной стороны, мне очень нравилась математика, с другой стороны, история. И вот, ну, в конце концов, там победила история. Но я до сих пор, вот, положа руку на сердце, не уверен в правильности этого выбора. Хорошая новость в том, что мы живем сейчас дольше. Дольше, чем люди жили ранее. Олег, у тебя все впереди. Все впереди, да. Ну, скажем так, когда была собрана первая статистика по Латвии, это был 1850 год примерно, да. И была, наконец-то, по регионам обобщена статистика. Оказалось, что мужчины живут до 51 года, женщины до 54. Сейчас ситуация несколько другая. Мы живем практически на 20-25 лет больше. У нас четверть жизни просто вот на нас, хопа, и бонусом к нам пришла. Поэтому любой человек в возрасте, там, не знаю, весьма приличным, доживший до седин, может в один прекрасный момент взять и решить, что он хочет стать кем-то еще. То есть этот вопрос может решаться неоднократно. Мы не один раз и на всю жизнь выбираем профессию, там, не знаю, историка, а мы можем поменять и попробовать и вот это, и вот то. И в этом нет ничего такого. То есть мы можем поменять сферу деятельности. Всех полного поменять. А каким образом вообще? Нет, в смысле, что, да, это не личное было, да? Я так понимаю. Я тот человек, который работал в журналистике, который много писал, и просто в какой-то момент оказалось, что трое детей и возможность вести эфир и работать в редакции – это такая плохо совместимая вещь. Мне хотя бы на какое-то время нужна другая специальность, которая позволила бы мне работать, но меньшее количество времени. И я выбрала ту специальность, которая мне была в этот момент очень интересна, потому что у меня появились дети, а в институте не учили, как с ними обращаться. Никто не говорил, что это вообще важная задача. И даже будучи очень успешным специалистом, ну, не знаю, я там руководила редакцией на ЛТВ-7 утренних новостей, там, я была редактором «Коммерсант Болтик», это прекрасный журнал, это было так здорово, так интересно, но это совсем другая жизнь. И тут ты сталкиваешься с новой задачей, у тебя дети, и что с ними делать? Я пошла и выучила, ну, посмотрела. Это, конечно, не делает меня там матерью района, да, но я хотя бы узнала, почему, например, дети, у них совершенно другая психика, не такая, как у взрослых. Это как инопланетяне, прилетевшие с другой планеты. Достаточно посмотреть, как ребенок играет в прятки, да. Он засовывает голову за занавеску и говорит, мама, ищи меня. А то, что остальное, корпус торчит, это как бы не считается. Они еще и глаза могут зажмурить, просто сидя на том же самом диване. Я тебе сейчас сделаю темно, могут они сказать и закрыть глазки. То есть потому что, ну, психика ребенку, она эгоцентричная, и мир проецируется изнутри наружу, а не наоборот. И ты вдруг это обнаружишь и думаешь, о, боже, ну надо же как. Они очень физиологичны. То есть если человек чувствует себя плохо, не доспал, не доел, устал, заболел, они начинают ныть, хныкать, и тут вдруг ты понимаешь, о, боже, да это же я, я же тоже такой. И ты вдруг понимаешь, что у тебя еще есть вот туда другие. Ты не просто там, не знаю, по характеру плохой человек, а ты просто устал, ты мог не доесть, не доспать. То есть это многому учит. Поэтому я вот, мне стало это так интересно, что я не смогла остановиться, получила одно образование, второе, в общем, пошла в психологи. Детей потом родила для этого, да, надо же как-то переносить. Мама, это работа, вот в принципе, вот если, я просто сейчас читаю книжку Харари, и он говорит о том, что ну вот у нас у всех отберут работу роботы рано или поздно. И в принципе, может быть, мы поймем тогда, вот, например, для женщин, воспитание детей это в принципе работа, за которую нужно платить, обществу нужно платить для того, чтобы, ну, дальше общество существовало. Я сейчас буду говорить страшные вещи, но мне кажется, что в современном мире, особенно там молодым людям, семья не помогает, она мешает. Потому что... Семья в каком положении? Ну, семья это когда у тебя появляются дети, нет, когда у тебя свои дети появляются, своя семья у тебя появляется, она требует, да, действительно труда, это труд, и это труд, который требует очень много внимания, который требует очень много энергии, иногда физических сил, потому что выносить, родить и выкормить, и воспитать хорошего человека, это непросто, особенно учитывая все социальные ожидания, которые наваливаются на ребенка. И вот тебе, там, не знаю, 25, да, и у тебя выбор. Ты должен либо строить карьеру, ездить там на конференции, общаться с людьми, там еще что-то, очень большой объем работы, которую ты прямо сейчас можешь выполнить, а ты так берешь и говоришь, нет, вы знаете, я вот тут в декрет, у меня один ребенок, второй, третий, и, конечно, вот вопрос самореализации в этот момент закрывается, потому что у тебя есть важный приоритет, да, ты там должен впахивать и немало, и ты начинаешь выкраивать для себя отпуск по уходу за работой, для того, чтобы хотя бы немножечко где-то там что-нибудь... Отпуск по уходу за работой – это оговорка по Фрейду? Нет, это то, что я имела в виду, да. То есть ты хочешь хотя бы себе пару-тройку дней, чтобы, не знаю, там, доделать те вещи, которые ты должен сделать. То есть тебе в этот момент хочется уже из семьи убежать на работу, чтобы там сделать что-то как бы для себя. Потому что, да, иногда семья – это очень сложно. Особенно для человека, который не имеет никакого личного опыта жизни в большой семье, никогда не знает, как это – ухаживать за детьми. И для него все вновь. Ты не знаешь, с какой стороны за этого младенца взяться. Что делать с детской истерикой, когда у тебя ребенок упал там где-нибудь в магазине, и кричат куклу прямо сейчас. И да, ты растерянный, одинок, потому что у тебя нет общины. Раньше все-таки мы росли большей семьей. В одной деревне воспитывали детей все. И это совсем не так, когда ты с ним заперт один на один в квартире. И да, в этот момент есть и кризис, и вопрос в том вообще, а что я за человек-то такой, если я со своим ребенком справиться не могу, да что же я за мать-то такая. И, конечно, это тот момент, когда нам нужна помощь, поддержка, единомышленники, чтобы тебе сказали, нормальная ты мать, мы все такие, все хорошо. Давай, может быть, вот так сделаем. А еще вот так вот можно. И ты можешь там, не знаю, вдруг в какой-то момент встряхнуть пот со лба и сказать, да, я фуф, фуф. Я достаточно хорошая мать, нормально. Ничего, выживут. Ну, вообще, существует такое мнение, частично шуточное, но мы понимаем, что в каждой шутке есть доля шутки. Никто не знает, как воспитывать детей. Нет никакого правила. Это всегда непредсказуемый результат. Это не всегда непредсказуемый процесс. Так ли это на самом деле? Или есть все-таки... То есть, никто не знает, как воспитывать детей. Их нужно просто любить. Вот любовь, она абсолютно, это безусловная составляющая. Все остальное под большим вопросом. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что нам действительно достаются очень разные дети. Когда у тебя несколько детей, ты это видишь. И иногда тебя может повезти. С характером ребенка у него просто личностные черты такие, что вот прям такой профиль красивый у него, что он вот прям и отзывчивый, и сидит себе пазлы собирает. Но может тебе достаться совершенно другой ребенок. За какие-то грехи твои в прошлой жизни. Мало молился, да. В общем, действительно, дети, они разные, и подход к ним может быть разным. Но все же есть... Ну, психология не была бы наукой, если бы там не было бы каких-то направляющих линий. И, конечно, когда у тебя есть рядом отзывчивый, надежный взрослый, каким бы характером ты ни обладал, ты, в принципе, вырастешь здоровым человеком. То есть если мы соблюдаем некоторые определенные правила, например, делаем его мир безопасным, если мы очерчиваем его какими-то границами, потому что просто любить – это еще не все. У человека должны быть границы. Он должен строиться в социум. И мы помимо того, что мы ребенку друг, мы еще и ребенку все же такой дисциплинатор. Мы должны научить его вставать в шесть. Никто по доброй воле в шесть не встает. Да, с утра пораньше для того, чтобы пойти в сад. Когда летом – пожалуйста, а вот в сад – нет, конечно. Но мы же знаем, что никогда так успешно ребенок не встает в детский сад, как утром в субботу. Да, конечно. И мы, кроме того, еще и учитель для ребенка, потому что он часто задает нам вопросы. И эти вопросы не всегда из области Гугла, да, то есть там, не знаю, как птички там поют по утрам, да, чем. А это могут быть и глубокие вопросы – умрешь ли ты? А когда ты умрешь, мне тебя в шкафу хоронить? Или там, а можно я тебя не буду вообще хоронить? Я не хочу, что ты умрешь. А когда ты умрешь, твои бусы мне достанутся, да? Какой там, помнишь, от двух до пяти? Вот это все. Будут твою машинку вертеть. Все нормально. Мое розовое платье уже тоже разделили. То есть все нормально. И ты вдруг сталкиваешься с какими-то такими вопросами, на которые ты сам, в общем-то, давно не искал ответов. И это тоже важно. Ну, просто поговорить по душам вот это вот момент. А ведь дети, на самом деле, ведь не только эти такие замечательные пупсики, но они бывают очень жестокими существами, потому что, ну, вот считается, что они даже более жестокие, чем взрослые, потому что, ну, взрослых есть тормоза, вот ограничитель, а дети еще не понимают, что не могут причинить кому-то боль, вред. Вот как решаются вопросы, например, вот травли других детей в школе? Ну, то есть вы сталкиваешься ли ты вот с такими вот вещами, когда обращаются? Почему ребенка не любят? Почему его травят в школе? Как ему поступать? Ну, да, с буллингом вообще, как явление. Значит, смотрите, я думаю, что если мы говорим про совсем маленьких, например, детей, вот такая детская жестокость, когда мы говорим про детей там до пяти лет, это не жестокость, это просто отсутствие, ну, каких-то знаний, во-первых, а во-вторых, отсутствие действительно тормозной этой системы и связи между лобной и затылочной частью мозга, там действительно самоконтролем и прогнозированием пока проблемы. Это не тревожный знак? Нет, это не тревожный, это вариант нормы. Если ты говоришь ребенку, если ты сейчас не будешь там, не знаю, учить буквы, то в школе тебе будет плохо, ты сказал абрукадабру. Ребенок не понял вообще, о чем речь, когда эта школа еще будет, господи, два года это сколько, это много или мало. То есть, ну, это ты сказал для себя, успокоил себя, снял свою тревожность, а ребенок пошел дальше с тем же самым знанием, что у него были до этого. Но если мы говорим о детях там подросткового возраста, то, конечно, человек тет-а-тет и человек в группе, особенно в подростковой, действует по-разному. И поэтому, собственно говоря, во всех рижских школах есть социальный педагог, это прям особый человек, который должен работать особым образом с группой, для того, чтобы дать возможность вот этот вот эффект буллинга убрать. Есть прекрасный центр Дардадзе, там есть очень хорошие программы, которые касаются буллинга, травли, и куда может поехать класс, и, ну, в общем-то, практически за день проработать эту ситуацию так, чтобы этого человека интегрировать обратно в коллектив. Что делает обычно, ну, вот, что самое плохое, что делает может педагог, он сказать, вы знаете, у вас уже у мальчика проблема, отведите его к психологу. Но вопрос группы при этом не решится, потому что иногда это бывают самые обычные дети. Да, может быть, они там более чувствительные, да, может быть, они такие неспособные там дать отпор, чертить границу, можно с чем-то работать, но это не все. Нужна именно работа с группой, работа с теми, кто нападает, работа со самим коллективом, и для этого есть, ну, прям специальные вот люди, вот к ним не надо бояться обязательно. Надо не просто, если пришел ребенок и пожаловался со школы, сказал, меня, мам, ты знаешь, травит, со мной вообще никто, мне бойкот объявили, никто со мной не разговаривает. Это не повод похлопать там по спине и сказать, ну, у всех бывает. Нет. Ну, или идти в школу там разбираться, кричать там, не знаю. Это повод прийти к школьному психологу, к социальному психологу и сказать, вот у вас есть кейс, с ним прям обязательно нужно работать. Если травля не заканчивается, если не предпринимаются какие-то меры, то да, может быть, имеет смысл менять класс, менять школу, то есть не доводить ситуации до того, когда ребенок действительно становится прям жертвой. А по поводу еще возрастов, то есть мы сейчас знаем, что, в принципе, подростковый возраст, пубертат начинается раньше, чем он начинался, еще, например, 10-20 лет назад, у нас поколение, как бы, молодеет, получается. То есть если там в моей юности это было 15-16 лет, сейчас это уже 10-11 лет. В принципе, у меня ребенку 10 лет, и я вижу у нее вот это вот уже, ну, мам, да, и хлоп на дверью. То есть вот все то, что я делала там в 16 лет, они сейчас делают в 10. Какие сейчас возрастные вот эти вот критерии разделения детей на детей, подростков, предподростков, не знаю, взрослых людей. Взрослые люди вообще существуют, мне кажется, они из того, что я вижу, все они немножко дети. По последним событиям среди политиков, кто куда в шлепанцах пришел, какого Галкина слушал, я считаю, что все дети до сих пор. Ну, я точную классификацию по ВОЗ вам сейчас на память не скажу, но я точно знаю, что есть разница между детьми, там, скажем, до 5 лет, это такое, ну, вот, формирование ядра личности, да, когда вот самые важные такие события происходят. Есть так называемый пришкольный возраст, это вот когда люди идут в подготовку, да, то есть это вот 5-6 лет, когда они начинают наконец-то готовиться к школе, это средняя и старшая группа, старшая и, наверное, подготовительная группа детского сада, это тот момент, когда ребенок учится выполнять не то, что я хочу, а то, что, в общем-то, сделать надо. Есть школьный возраст, младший школьный возраст, это так называемый латентный период, когда вроде как все такие серьезные кризисы прошли, а подростковые еще не начались. Вот они 7-10. И, в принципе, вот этот подростковый возраст, он начинается 11-16. И длится до 65, а потом уже пенсия, да, и там уже, а там уже легко попадаешь в детство обратно. Но дальше начинается юность, и юность сейчас ее продлили вообще практически там до каких-то, по-моему, 37 лет. Да, да, да. То есть вы все еще и прекрасны. Дальше начинается возраст зрелости, и он уже как раз вот до пенсии, в общем-то, все отодвигается, отодвигается. И это так называемый, как говорил прекрасный Владимир Яковлев, да, возраст счастья. У него есть такая программа, он говорит, это new age, новый возраст, новая взрослость, когда дети уже выросли, когда до пенсии еще есть время, и у тебя есть возможность пожить еще одну жизнь. Хорошо, вот хорошо и плохо. Вот понимают ли дети эти вещи, ну, условно говоря, там, воровство, там, родительских денег, или там просто взять чужую вещь. Вот как объяснять детям вот эти понятия? Объяснять. Во-первых, это очень важный момент, то, что мы должны разговаривать, нельзя некоторым вещам просто проезжать, знаете, как будто бы ничего не случилось. То есть мы, да, должны разговаривать много с детьми, особенно сейчас, когда мы все живем в гаджетах, и каждый как бы изолирован в собственном пузыре таком и живет в нем, существует, надо из него выбираться самому сначала, во-первых. И, да, обращаться с детьми, попробовать хотя бы, ну, не знаю, ввести общие завтраки и ужины, на которых вы будете смотреть друг в другу в глаза и о чем-то разговаривать. Это такой момент, который, ну, промотав, который вот фактически, ну, там, в 10 лет вот достаточно для того, чтобы потерять окончательный контакт. И тогда, когда человеку будет, ну, там, 15-16, с ним уже будет невозможно разговаривать, потому что у него, во-первых, есть возрастные особенности. Это такая подростковая акцентуация, когда он все-таки, ну, вот, не готов ориентироваться на родителя и без того-то, а у тебя еще контакта с ним нету. Вот тогда сложно с ним контактировать. Поэтому, да, нужно все-таки создать какие-то близкие доверительные отношения. А для этого надо умудриться не поссориться в школе. Потому что школа это очень важная составляющая жизни ребенка, но не единственная. Это всего лишь 12 лет, за которые часто мы умудряемся потерять вообще всякую связь с реальностью, с ребенком и с его сердцем, потому что мы давим на результат, а в итоге мы можем получить такой эффект, что с вами вообще этот ребенок потом всю жизнь разговаривать не будет. Школа должна воспитывать? Кто должен вообще? Родители или школа? Я думаю, что так или иначе, опять возвращаемся к био-психо-социальному подходу, да, то есть, да, социум на нас влияет, на нас влияет наше окружение. Если бы мы были бы аборигенами Австралии, да, то мы бы беспокоились по поводу того, сколько засушенных там голов наших противников висит у нас там в чуме, ну, в лотке, да, пусть на заборе будет. Да, вот это бы нас волновало. А так как мы живем, допустим, в Латвии, у нас тоже есть какие-то вещи, которые здесь надо делать, и да, конечно, на нас влияет и социум, и то, что у нас двухобщенное общество на нас очень влияет, и влияют те требования, которые у нас существуют, и, не знаю, те нормы, которые поведение существует, и нам ребенка все равно нужно к ним адаптировать. И да, школа на него влияет. Бывает такая школа, которая, скажем, очень сильно акцентирует внимание на успехах учебы, и буквально сами педагоги подтравливают тех, кто не успевает, и это страшно, и это повод работать с педагогами, и говорить с ними, и объяснять. И, конечно же, ну, хотя бы вставать на сторону своего ребенка, когда вот это вот вызвали маму в школу, вот прям сесть с ним, встать с ним за спиной, и хотя бы при нем его сторону попытаться отстоять. Это важно. У нас очень мало времени осталось, но я постараюсь коротко, а тебе надо постараться как-то коротко ответить. В общем, будем стараться коротко. Есть недавно, вот буквально недавно прошло исследование о том, и хорошая очень книга написана о том, что наши отношения с родителями, они непосредственно влияют на нашу личную жизнь. То есть те дети, которые вот немножко как-то там психологически надлоблены, ну, тиранический отец, например, или мама диктатор, или там семья какая-то неблагополучная, они впоследствии не могут устроить свою личную жизнь не в том смысле, что они найдут похожих людей, их также, я не знаю, будут там избивать, например. Нет. Они просто будут все время искать чего-то, какой-то идеал не находить, разочаровываться, в них будут несостоявшиеся браки там и так далее. Насколько это соответствует действительность, насколько это так, и может ли психолог, например, это исправить? То есть докопаться, наверное, на детство приходит? Вообще психология еще со времен Фрейда говорит о том, что детство – это важный период, важно еще понимать и не виноватить себя за то, что ты не смог дать идеальное детство своим детям, потому что это тоже момент для невроза. То есть не надо еще вот здесь вот, знаете, там стараться всю себя отдать, потому что это может быть совершенно обратный эффект затюканного ребенка. То есть надо просто делать максимально из того, что у меня сейчас есть, из того, что я могу, и понимать, что идеально не выйдет. Повод для того, чтобы попереживать и пойти поплакать у психолога, есть даже у самых удачных детей. Потому что, да, психологическая нагрузка, она есть везде. Ну, невозможно воспитать человека вот вообще в лабораторных условиях так, чтобы не причинить ему никакого там вреда. Но психика ребенка не хрустальна. И для того, чтобы ей навредить, нужно очень много в одно и то же место клевать этого ребенка, чтобы там что-то случилось. Но попробуйте хотя бы… Клевать в разные места. Совет психолога. Присуйте аккуратненько, рассредоточьтесь. Попробуйте хотя бы вот наклеить себе большое слово, которое называется доброжелательность. И попытаться быть просто доброжелательными к своим детям, к людям рядом с собой. И, может быть, этого уже будет достаточно для того, чтобы хотя бы чуть-чуть сдвинуть этот вектор в сторону и воспитать более здорового ребенка. Просто быть доброжелательным, говорить доброжелательно. Подумать, окей, хорошо, у него там десять двоек. Но если я встану на его сторону и подумаю, не ты, Петров, как твой отец там не делаешь уроки. А подумать о том, окей, вот у нас это наша проблема вдвоем. Как мы ее можем решить? Встать на его сторону и доброжелательно попробовать найти на него ответ. Это уже будет полезно. Спасибо. Потрясающе. У нас потрясающая концовка сегодня. Прям в финал такой. Ну, я удачи с новой книжкой. Мы всех призываем искать в книжных магазинах книги Анны Кашиной. И в октябре опять придет к нам, рассказает. Нет психического здоровья, кстати. Может быть, это тоже повод для встречи будет. Хорошо. Обязательно. Хорошего дня всем.